добро пожаловать новое видео с вами александр владимиров школа logic pro help и сейчас мы с вами разберем что такое вокал чопы и как их делать давайте для начала прослушаем трек где применялись вокал чопы и вы поймете о чем речь вот как нам сделать такие вокал чопы либо подобные естественно для начала нам нужно иметь некий вокал у нас есть акапелла вы можете взять акапеллу из библиотеки с сэмплами royalty free библиотеки сэмплов можете вырезать вокал из трека для того чтобы например сделать ремикс и кстати в принципе вы потом можете сделать из такого вокала вокал чопы и если сильно так постараться можно их завуалировать настолько что никто даже не догадается что вокал чопы были сделаны из какого-то оригинала но это я не очень рекомендую потому что по авторским правам это не совсем правильно ну и конечно вы можете спеть сами либо попросить кого-то чтобы он спел в общем откуда взять акапеллу это я думаю уже не проблема давайте послушаем сам вокал как мы делаем в около чопы элементарно мы нажимаем на акапеллу правой кнопкой мыши и здесь мы выбираем конверт конверту сэмпл new sample sample track когда мы нажимаем здесь у нас несколько вариантов работы и давайте для начала возьмем transient markers и нажмем ok здесь в принципе мы можем больше ничего не ставить вот так вот оставляем и нажимаем просто-напросто ok но здесь я рекомендую сэмплер выбирать и так сделали теперь что у нас здесь есть у нас появляется миди дорожка где какие-то ноты давайте прослушаем что это вообще такое то есть фактически у нас та же самая капелла но только она порезана на мелкие кусочки на так называемые слайсы и по причине того что все это нарезано мы слышим искажение между этими кусочками это нормально и нам как бы это не сильно мешает потому что мы все равно не будем использовать эту акапеллу целиком и когда мы нажимаем на какую-то из нот каждая нота является кусочком этой самой акапеллы вот так вот круто классно дальше что нам необходимо нам нужно просто-напросто взять и какой-то ну такой создать рисунок какую-то мелодию ну например вот давайте возьмем такую которая вот использовалась в этом треке здесь давайте сделаем повыше почему потому что когда мы делали вот все это дело давайте еще раз покажу кое-какие настройки давайте опять convert convert new sample track здесь мы выбираем с какой ноты все начинается то есть здесь c1 да c1 до g8 здесь изначально вот это вот мелодия ну то есть когда я это все делал там когда создавал трек то я поставил от ноты минус 2 октавы поэтому конечно нам необходимо взять и все это повысить на даже вот так вот несколько октав вверх потому что здесь все начинается с ноты c1 и вот так вот это работает конечно очень хорошо настроить velocity для каждой нотки потому что я думаю это очевидно что в зависимости вот velocity у нас будет совершенно разная громкость поэтому здесь можем настроить что все было ровно четко как нам необходимо ну и конечно всевозможные эффекты в данном случае использовался у нас например стерео дилей также у нас тут использовался вот такой вот мультибендовый компрессор но и немного эквализации то есть некий такой эффект плюс там конечно реверберация поэтому это все хорошо делать с эффектами окей здесь я надеюсь все предельно ясно с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывая обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику как вот эту мелодию так скажем прорисовать здесь исключительно на слух здесь я думаю вы прекрасно понимаете что уже тональность вот эти вот скайл квантайз значения не имеют потому что это просто нарезка как еще мы можем нарезать этот самый вокал мы можем нарезать еще следующим образом мы когда нажимаем опять же вот это либо горячую клавишу shift-e давайте воспользуемся она тоже у нас работает вернее control-e извиняюсь значит а здесь мы можем выбрать regions когда мы выбираем regions то нажав ok что у нас получается у нас получается всего одна нота которая целиком и полностью воспроизводит вот этот вот sample как вы понимаете это странная штука нам ну как-то вообще совершенно это не для чего не может пригодиться поэтому как правило если мы все-таки используем вот этот вот режим то мы делаем следующим образом мы отрезаем кусочек нашего вокала и вот только этот кусочек нашего вокала будет использоваться при в общем то работе ну например вот у нас такой кусок давайте его возьмем здесь подрежем подра подровняем немного отлично и теперь мы делаем все то же самое и теперь когда мы нажимаем ok то у нас получается здесь такой вот прикольный звучок и мы можем сыграть некую мелодию не так ли было бы круто но когда мы нажимаем другие ноты вот не задача у нас почему-то ничего не работает как это исправить легко и просто мы заходим в сэмплер и вот здесь вот в mapping вкладке мы берем вот этот диапазон делаем в принципе максимальным каких-то адекватных диапазонах но можно и полностью сделать потому что до этого у нас только вот эта нота звучала сейчас у нас видите могут звучать все ноты и когда мы начинаем играть какие-то другие ноты то начинает это все звучать выше либо ниже и уже вот таким вот образом вы можете взять мелодию вот например у нас тут есть мелодия и мы можем взять ее и буквально вот сюда вот подставить например единственное что по высоте конечно c3 это очень много потому что ну это будет слишком пискляво звучать это нереально поэтому нам нужно спустить пониже до ноты c1 который является исходной тогда сейчас будет более адекватно звучать и конечно если мы сюда также повесим какой-нибудь дилей повесим сюда реверберацию и так далее то есть какие-то такие до плагины обработки то конечно будет звучать гораздо приятней ну и так далее там уже можно попробовать стерео расширение дилей повторюсь что угодно еще можно даже если сильно хочется немного дисторшина хотя уже слышно такой легкий перегруз как бы то ни было это уже исключительно креативная и творческая такая задача поэтому давайте подытожим что мы делаем мы используем функцию convert convert to new sample track она может работать в двух режимах region либо transient marker также мы если используем режим вот такой вот то мы ставим обязательно mapping чтобы у нас сыграли ноты сверху и снизу и в общем то все на этом все вот так вот элементарно делаются vocal chop и которые по сей день все-таки встречаются в современных треках так что применяйте это жду вас в следующих своих курсах уроках с вами был александр владимиров школа logic pro help до новых встреч